Приветствую вас. Никто в измене внять вас не будет. Я думаю, что это несправедливо обвинять вас в измене. Ну вообще, психологи не те люди, которые могут кого-то обвинять в чем-то. Мне кажется, что это вы сами как-то больше проектируете, переносите на нас то, что сами чувствуете, то, что сами ощущаете. Мне кажется, что это больше про это, нежели чем про реальные обвинения. Другой вопрос, что у вас в браке есть проблемы. И эти проблемы, в принципе, можно решить, если вы хотите, конечно. Вот. И то, что вы сейчас делаете, это в некотором роде путь в никуда. Потому что, допустим, вы любите своего мужчину, но не мужа. Но получается, что вы выходили замуж за человека, которому у вас не было чувства. Или вы сейчас живете и занимаетесь любовью иногда человеком, которому чувств у вас уже нет. И получается таким образом, что вы как бы игнорируете свои переживания, игнорируете свои эмоции, игнорируете свои чувства. И как бы это не хорошо. А если какие-то чувства зажимаются, если какие-то чувства, ну, как-то вот занижаются, как-то принижаются, игнорируются, то ничего хорошего. Но, к сожалению, для человека в этом нет. И, в принципе, ничего хорошего быть не может. Вот. Поэтому здесь дело не в том, чтобы обвинить вас в каких-то вещах, которые вы можете делать, можете не делать. Здесь дело, скорее, в том, что вы сами себе вредите. Допустим, если вы любите мужчину, а совершенно очевидно, что в браке вам находиться со своим мужем больше не нужно. Но, скорее всего, вы не хотите разводиться, потому что есть какие-то другие моменты, которые вас удерживают. И это уже шерстная позиция. Нет, безусловно, вы можете оставаться в этом положении. Но это уже треугольник Карп Картман. Вы можете изучить этот треугольник сами, вбив его в поиски. Я об этом сейчас говорить, наверное, не буду. Дальше. По поводу, собственно, вашего вопроса. Я хочу сказать, что может быть, на мой взгляд, три основных причины. Почему? Мне, правда, интересно, зачем вы пытаетесь понять это? Для чего вы пытаетесь это понять? Мне, правда, интересно. Вот. Но, тем не менее. Первая причина чисто физиологическая. То есть, на физиологическом уровне, восприятие, биологическое восприятие партнеров может вызывать отражение именно в таком ключе. Это запахи, это какие-то ассоциации, это очищение личных границ, ну, в присутствии человека в личных границах, физических границах, физической близости. Вот. Это первая. То есть, чисто физиологическая история. Вторая причина – это интимная. То есть, на уровне Дима, после близости с одним человеком, с которым у вас связь ярче. Вот. А связь… Другая связь может, ну, отрыгаться. Это абсолютно нормально. Здесь и полуролевые модели могут играть существенную роль. Здесь и интимные предпочтения могут играть существенную роль. Здесь может присутствовать и положение женщины, ну, то есть, вот ваша женская роль, как вы себя чувствуете, как женщина, как вы себя ощущаете, да? Как женщина-то тоже может присутствовать. То есть, в целом, вот такой момент. Третий момент, на который я хотел бы обратить ваше внимание, это момент, связанный, ну, наверное, в первую очередь с психологическим, моральным, что мне кажется имеет для вас значение, раз вы заговорили про обвинение, аспектом. То есть, психологически вам неприятно ощущать свой умыль, потому что он ассоциируется у вас с чем-то для вас неприятно. Вот, и, соответственно, появляется это решение. То есть, его наличие несет в себе угрозу, существенную угрозу для вас. Ну, и последний момент, не связанный с вашим вопросом, скорее, связанный больше с тем, что я хочу сказать. Это то, что проблема в семейных отношениях, то есть, в отношениях в браке, это проблема, как правило, глобального жизненного сценария. Так вы устраиваете отношения с любимым человеком, так вы устраиваете отношения с близким человеком, так вы видите свои семейные отношения. В семейных отношениях вы полностью не раскрываетесь, полностью не реализовываетесь. Соответственно, если это так, то с кем бы ни были, подобная модель поведения будет себя проявлять, а значит, нужно ее подкорректировать. Работа по коррекции жизненного сценария происходит в русле, например, транзактного анализа и, соответственно, требует какого-то времени. Поэтому, если вы хотите более глобально изменить свою жизнь, сделать ее более адекватной своим желаниям, своим чувствам, своим предпочтениям, то имеет смысл обратиться к специалисту на индивидуальную, так сказать, терапию и уже, так сказать, в частном порядке я желаю вам всего самого доброго.